Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня очень важный, классный эфир, потому что мы поговорим сегодня с вами о долгах. И долги бывают не только, которые касаются денег, долги бывают еще ментального характера. Это какие-то обещания, которые вы кому-то давали, возможно, себе самому, то есть некие несдержанные обещания, некие эмоции, которые вы не пережили. Ну, в общем-то, такой ментальный себе долг, когда что-то очень хотелось, обещалось и при этом не осуществилось. Ну, так очень многие из нас знают из детства это. Родители очень много всяких вещей обещали. Некоторым девочкам обещали, что это мужчины, некоторым мужчинам обещали, что это девочки. В общем-то, и вот эта история долга, она является такой, знаете, важной. Но при этом мы с вами на сегодняшний день живем в таком обществе, которое разбаловано возможностью долгов, возможностью взять быстрый какой-нибудь кредит, упасть в минус на карте, взять недорого телефон и каждый месяц там несколько лет его выплачивать и так далее. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое долги, рассказать вам о том, как на самом деле это отражается на вашей жизни, когда должны вы или когда должны вам. Это очень серьезная тема, потому что она касается энергии. И зачастую именно в тот момент, когда вы закрываете долги, а я сегодня расскажу о том, как правильно закрыть долги, которые бывают абсолютно разные, именно после этого вы восстанавливаете свою энергетическую целостность и способны притягивать деньги. Потому что чем больше у вас есть финансовых и энергетических долгов, тем больше вы похожи на решето. Но перед тем, как, в общем-то, перейти непосредственно к теме, я хочу сегодня анонсировать, наконец-то, абсолютно для всех, новогодний мастер-класс, который называется «Супер год» и который я буду проводить 29 декабря. Это один из немногих таких продуктов, куда могут попасть не только рерайтовцы, а абсолютно все желающие. Это будет очень классный, насыщенный мастер-класс, во время которого я, во-первых, мы с вами проанализируем, год, который вы прожили, мы проанализируем его не просто с позиции «хорошо» или «плохо», а я объясню вам причинно-следственную связь того, что вы имели, и расскажу вам, каким образом вы можете… Кстати, не нравится мне картинка, сейчас мы повернем. И расскажу вам, как избежать тех ошибок, которые вы сделали в следующем году. Мы с вами будем с помощью специальных упражнений, которых будет очень много, прорабатывать и создавать наш новый «Супер год». Мы будем с вами смотреть и составлять план, каким образом, то есть вы будете предметно понимать, что вам необходимо сделать. У нас будет много ментальных практик, которые вы получите и сможете делать уже после этого мастер-класса на протяжении всего времени. Плюс у нас будет там очень классная медитация, которая будет у нас групповой, большой, она будет задействована и связана с деньгами, безусловно, с нашими моментами изобилия. В общем, это будет мега-классно. И цена у мастер-класса сейчас совсем небольшая, еще и с 20% скидкой на, по-моему, если купить в течение сегодняшнего дня. Поэтому вы можете у меня в сториз зайти, перейти по ссылке и купить участие в этом мастер-классе. Я вам очень рекомендую. Он будет длиться порядка трех часов. Возможно, это будет больше времени. Это 29 декабря. И там несколько версий. У базовой версии будет сохранена на сутки еще запись. Для того, чтобы если вдруг так случится, вы не сможете присутствовать непосредственно на эфире, это больше касается людей, которые живут в других уголках мира, и у которых, например, в это время уже будет глубокая ночь, тогда вы сможете посмотреть его в записи. Но я рекомендую, конечно же, всем быть. В общем, очень классный ивентик. Приглашаю вас прийти. Обещаю вам, что вы очень многое для себя составите, поймете и войдете в Новый год уже с несколько иным пониманием и, самое главное, реальными практиками, которые помогут вам достичь тех целей, которые вы поставите для себя. А теперь давайте будем с вами переходить непосредственно к нашей теме. Ну, начнем, поскольку мы говорим о долгах и начнем мы с финансовых долгов, несколько слов о том, что такое деньги. Деньги – это энергия. Но сами по себе деньги, если смотреть на них как на бумагу или как на вот эти волны, которые ходят, мы сейчас с вами больше пользуемся электронным видом денег, да, когда мы просто перегоняем некие цифры со счета на счет, то это само по себе не обладает никакой энергией. Энергией обладает, то есть, если взять бумагу, то бумага обладает энергией только с позиции того, если мы ее зажжем, то выделится какое-то количество энергии. Все. Сами по себе деньги энергии не имеют. Но то, что стоит за деньгами, то, что мы вкладываем в это, уже обладает энергией. И поэтому всякий раз, когда вы думаете что-то хорошее или плохое, если какие, в зависимости от того, какие эмоции вызывают у вас деньги, да, очень часто, о, Господи, не хватает, о, Боже, надо отдать, о, Боже, я заработала, мне нужно возвращать долги, очень часто у большинства людей с деньгами связаны негативные эмоции. Когда я анализировала впервые эту историю, я поняла, что у меня практически все с деньгами было связано в негативе, потому что постоянный страх, что они закончатся, постоянный страх, что их не хватит, искреннее расстройство от того, когда ты много работаешь, зарабатываешь. Я очень хорошо помню, когда ко мне, я занималась свадьбами, ко мне приходили большие чеки, и ты сидишь и понимаешь, что ты сейчас не можешь их потратить, потому что тебе их нужно раздать за аренды, зарплаты, еще за что-то, еще за что-то, и у тебя это вызывает, наоборот, такую энергию дискомфорта, жуткую. Поэтому деньги – это всего лишь энергии. Также деньги являются не только энергией, но и средством достижения наших желаемых целей с вами, потому что именно благодаря деньгам мы можем с вами осуществлять свои желания или чужие. Благодаря деньгам мы можем путешествовать, благодаря деньгам мы можем чувствовать себя уверенно. И заметьте, всегда, когда есть наличие деньги, почему человек себя классно чувствует, когда он получает зарплату, а не в последние дни, если мы говорим о наемном сотруднике. Потому что в этот момент ты чувствуешь себя Богом. У тебя много денег, ты изобилен, ты можешь сейчас зайти в магазин, и тебе точно хватит. Обычно в первые дни всегда идут куда-нибудь в бары отмечать. Деньги дают уверенность и власть. У человека есть яркое ощущение того, что он владеет миром, когда у него есть деньги. Какие бы деньги у него не были, в его понимании он хозяин. Помните, когда есть деньги, и ты идешь в магазин, или ты можешь купить подарок себе. Я вот это ощущение помню всегда, еще с тех времен, когда я была наемным сотрудником. И сейчас, поверьте тоже, когда ко мне валят деньги, именно валят, когда я чувствую, что у меня постоянный приход денег, и я понимаю, что я трачу деньги, а они все равно ко мне приходят, конечно, у тебя есть ощущение такого очень классного, уверенного человека. И я вам хочу сейчас сказать очень интересную штуку, что вообще, как бы, Вселенная мегаизобильна. Вы можете посмотреть на количество океанов, морей, площадей, зелени, деревьев, птиц, людей, и понять, что Вселенная невероятно изобильна. И мы с вами, как часть этой Вселенной, а мы, по сути, мне очень нравится сравнение, что есть океан и есть капля, капля. Так вот, является ли капля океаном? Что такое океан? Океан – это невероятно огромное количество каплей, капель, и сила океана именно в том, что этих капель много. Но если мы берем одну каплю или зачерпываем одну ложку, мы видим капли. Но являются ли эти капли океаном? Да. Так и мы с вами являемся частью огромной Вселенной. Давайте я буду позже отвечать на вопросы. Наталью Правдину я читала где-то в 2004 году последний раз. Где-то там. Итак, поехали. Будем с вами продолжать. Значит, почему я вам сказала про то, что Вселенная изобильна? Потому что вы должны понять очень простую истину. Абсолютно все приходят в мир и могут быть богатыми. Все. Все приходят в мир для богатства и для изобилия. Но наши внутренние программы, которые мы с вами получаем во время жизни, когда другие люди говорят нам о том, что, ну, родители в частности, у тебя не получится, ты там, мы много не зарабатываем, у нас другая семья, у нас другие люди, мы живем в другое время. Когда вам это говорят, очень много разных вещей. Вот люди, да, например, в чатике сейчас начинают общаться, да, и тот говорит, а вам это да, а ты мне то. И начинает формироваться не собственное мнение, которое строится на своих ощущений, а строится непосредственно из разговоров других людей. Из разговоров других людей. И вот вы начинаете в итоге становиться каким-то очень странным, зависимым человеком, и в результате вы думаете, что-то в моей жизни происходит не так. Почему-то у меня маловато денег, почему-то вообще у меня всего маловато, почему так происходит. Все очень просто. Если вы испытываете недостаток денег, значит, у вас есть какие-то отрицательные программы. Просто запомните это. У вас мало денег не потому, что вы не созданы для денег, не потому, что вы не в то время, вообще не поэтому. У вас есть какие-то отрицательные программы, которые вы сами в себя засунули. И вот сейчас, вместо того, чтобы переписываться на всякую хрень, вы бы лучше послушали. Потому что большую часть своей жизни люди, вместо того, чтобы услышать что-то важное, в этот момент отвлечены какой-то хуетенью. Если вам очень сильно хочется пообсуждать книги Натальи Правдиной или кого-нибудь еще, ну ебашьте и обсуждайте. Ну вот, вы знаете, каждый раз этому поражаюсь. Вы говорите, я хочу успеха. Да вы, блядь, сконцентрироваться не можете час послушать. То послушать, что может изменить вашу жизнь напрямую. Вы же все знаете, вы же уже читали книги, вы же же, блядь, смотрели это где-то, вы уже это слышали, вы уже преподавать, мать вашу, можете. Так идите. Я не могу каждый раз, когда вот происходит это, человеческая тупость единственное, что я пока не могу принять. Не понимаю, как можно быть тупым и убивать себя в этом, в этой тупости. Человек сидит весь в обрыганном всем и говорит, я все это знаю, что ты там Ермилова вообще мне вещаешь. Я вот книги читал, да хоть, блядь, зачитайся этими книгами, оно не поможет. Послушайте, пожалуйста, все, развлечение окончено. Погнали дальше. Значит, у человека, у человека, у людей в мире есть три типа денежного мышления. Тип первый – людей. Первый тип людей с первым типом денежного мышления считает, что деньги можно получить каким-то определенным способом. Вы на моем эфире, поэтому привыкайте к моим правилам. Значит, первое. Деньги можно получить каким-то определенным способом. Заработать, например, тяжелым трудом. Выиграть. Есть такие люди, которые всегда, знаете, типа в лотерейку хотят выиграть. Выиграть. Можно только выиграть. Или в казино выиграть. Каким-то образом быстро получить большую сумму денег. У меня были даже такие подруги, которые на работе, они не хотели, когда я, например, предлагала им со мной в какие-то бизнес-проекты вступать, они говорили, нет, я хочу вот за один раз и вот много. И вот человек огромное количество лет, я называю это прыганье за бананами. То есть вместо того, чтобы построить свой путь, понимаете, построить свой фундамент, человек все время хочет построить многоэтажку за день. Вот он такой, типа, ищет способ. То есть помните сказку про поросенка, да? Нуф-нуф, наф-наф, ниф-ниф. Три поросенка. Вот эта история про нас. То есть когда человек хочет вот за денечек, вот я быстренько из соломы, помните, там, я не помню уже, кто там был из них такой умный, ну пусть будет это ниф-ниф сегодня. А ниф-ниф все ходил из камушков, строил, строил. А этот, ааа, я хочу песенки петь, я из соломы построю, я, бляха, такой классный поросенок. Мик-мик-мик-мик. Вот, и все, а потом что там, волк пришел, пху, блядь, дунул, плюнул, опять нифрена нет. Вот это жизнь наших людей. Нам бы быстрее, это вот из серии, да, попроще, подешевле и так далее. Значит, поэтому, если есть такой тип людей, которые считают, что вот у них есть надежда на то, что вот однажды они что-то сделают, и у них обязательно что-то получится. Далее. Это, кстати, еще люди, которые относятся, знаете, я продам что-то и разбогатею. У меня умрет бабушка когда-нибудь, я продам ее квартиру, и потом, значит, я буду богат, да, ну или что-то такое. Это люди с первым типом мышления. Это самые бедные люди. Люди, которые не могут разбогатеть, имея такой тип мышления. Если ваш тип мышления такой, мы сейчас не судим вас, это не суд. Наша задача сейчас осознать, а я какой, и тогда получить ответ на вопрос, почему у меня так, как есть, и что надо сделать для того, чтобы это изменилось. Второй тип мышления. Это люди, которые умеют копить деньги, приумножать денежки, но по чуть-чуть. Вот, знаете, человек получает, это всегда меня поражало, это вот наши родители так умели, советские такие люди, знаете, зарабатывают вроде бы немного, но копят. Есть среди вас такие люди? Потом раз квартирку купил, раз машинку купил, не понимаешь. То есть это люди, которые умеют, ну, условно, правильно распределять деньги. Они не шикуют, но при этом они всегда ездят на отдых, у них всегда есть какие-то, мало того, у них всегда можно одолжить. Вот это из забавного. У них всегда можно долгануть денег. Они зарабатывают в 10 раз меньше, чем ты, или во сколько-то, но у них всегда можно долгануть. И это люди, умеющие копить деньги. Вот они потихонечку, раз-раз-раз, у них всегда можно одолжить 10 тысяч долларов. Вот ты зарабатываешь, например, в месяц десятку, и у тебя никогда этой десятки нет. А он зарабатывает в месяц одну или две тысячи, но десятка у него всегда лежит в НЗ. То есть такая потрясающая группа людей. Это люди, которые, как правило, живут стабильненько. Не могу сказать, что они шикуют, но это люди, вот родители наши нас так воспитывали, что было бы неплохо, чтобы мы так жили стабильно. Это называется стабильно. Во, моя мама такая, видите, ну, моя мама тоже была такой, но у моей мамы еще присутствовал момент третьего типа людей, людей, умеющих создавать деньги. Моя мама умела отложить, и моя мама умела их приумножить, рискнуть, что называется. Кто такие вот этот третий тип людей? Это люди-предприниматели. От слова предпринимающие. Люди, умеющие создавать деньги. 90% богатых людей в странах, в которых мы с вами живем, если вы относитесь к странам СНГ, это люди, которые стартовали на нуле. На нуле. Мы не получали, у нас с вами нету наследств, вот как, там, в Англии где-то там. У нас с вами нету монархий наследств. Как правило, наши родители, наши предки, да, есть кто-то, может быть, из нас с вами, кто постарше, стартовали с нуля. То есть люди, которые раскручивали. Я тоже стартовала с нуля. Я сначала стартовала дорого-богато, потом очень быстро все потеряла и с нуля пошла. Потому что, даже с минуса, потому что была еще должна. Люди, умеющие создавать деньги. Значит, это люди, почему это тип мышления? Потому что это не означает, что это исключительно богатые люди. Это люди, которые могут проигрывать. Это люди, которые могут терять. Это люди, которые могут быть банкротицей, могут банкротиться, но все равно зарабатывают после. Потому что тип мышления таков, что человек все время стремится сделать деньги. Ему интересно, он умеет, ему нравится. Он может сесть на мель, он может быть банкротом, но он все равно вырастает. Потому что такой тип мышления. Все равно смотрит на шарик и такой, о, так, что бы мне тут сделать? Ага, давайте-ка сделаем шарики с надписями. Ты дышь, запустил в интернет, бум, шарики продались, получил капитал и погнал. Значит, что вы должны знать? Люди из первой категории, часто, кстати, как и из второй, умудряются одалживать деньги. Как я уже говорила, что вы должны знать? Вы должны знать, что когда вы одалживаете кому-то деньги, интересная информация, вы отдаете свою энергию. Для того, чтобы вам было это понятней, когда вы одалживаете деньги, человек приходит, говорит вам, Маша, дай мне денег, неважно сколько, сколько ты, отдалжи мне. Вы ему вместе с деньгами даёте такую трубочку, подсос такой я называю, вот так вот, от себя, через которую уходит ваша энергия. У вас в шарик всё время, чтобы шарик был сверху, должна туда идти энергия, воздух. И вот у вас всё время ваша энергия пошла на подсосик. Человек начинает питаться вашей энергией. Вы только что стали донором, когда дали ему в долг. Второй момент, абсолютно верный, что безусловно, когда вы взяли у кого-то в долг, вы тоже стали питаться энергией этого человека, но при этом, когда вы берёте в долг, у вас образовывается пробоина внутри вас. Ваша энергия утекает. Вы вроде бы энергией того человека питаетесь, а вы превращаетесь в решето на энергетическом уровне. И ваша денежная энергия утекает. А что это говорит? Это говорит о том, что деньги к вам энергетически не приходят, потому что они уходят сквозь ручей. Это важно знать. Когда мы с вами берём деньги в долг, у нас нарушаются правила взаимодействия денежной энергии. Вы берёте в долг и попадаете в энергетическую зависимость к этому человеку. У вас появляется зависимость. Значит, что происходит? Беря в долг, вы, ну вы, мы, вы, давайте вы. Когда вы берёте в долг, вы проходите пять ключевых стадий. Ещё погано в донорности и щедрости. Мы сейчас с вами поговорим. В донорности плохо то, что вы лишаете себя денег. Давайте сразу отвечу на ваш вопрос. Вы можете давать человеку в долг только, если вы готовы подарить ему эти деньги. Если вы даёте ему в долг и не даёте, да, сейчас мы будем это рассматривать. Если вы даёте ему в долг, то он берёт вашу энергию. У вас начинается с ним энергетическая зависимость. Сейчас объясню почему. Что происходит? Беря в долг, в классическом случае, человек проходит пять стадий. Вот, например, вы берёте долг. Первое. У вас идёт облегчение. Первая стадия. Проблема решена. Вам срочно нужно было получить пять тысяч долларов. Вы получили пять тысяч долларов, купили то, что вам нужно, или вложили их в свой бизнес, там вам нужно было арендовать помещение, или выкупить какой-то товар, да, или купить себе машину. У каждого по-разному. Вам классно. Вы получили то, что вы хотели. Но это происходит какое-то время, потому что ты берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои навсегда. Кто брал долг, тот знает, как сложно потом отдавать эти деньги. Ты их уже потратил, ты уже это пережил, а тебе нужно их отдавать. Второй этап, с которым сталкивается человек, это дискомфорт. Дискомфорт. Какой? Грустно. Блядь, нужно отдавать деньги. Мне не хватает и так, у вас денег больше не стало. Обычно так происходит. Вы думали, что к вам придут деньги, а они к вам не пришли, или к вам пришла зарплата, и вам опять не хватает, а деньги нужно отдавать. Вам начинает становиться грустно. Третий этап – это напряжённость, потому что денег нет, а долг отдавать нужно. Вы понимаете, что долг нужно отдавать, а денег нет. Вы ждёте, это классическая история, вы ждёте. Может быть, к вам пришло больше денег, но вам нужно было их на что-то потратить, вы их уже куда-то оприходовали, и вы переживаете вот эту напряжённость. Номер четыре – это избегание кредитора. Когда вы начинаете избегать того человека, который взял у вас в долг, вы не берёте трубку, вы заняты, вы говорите, я отдам, но у меня сейчас нету, у меня сейчас, значит, там не получается. И мы недавно делали… Я вам сейчас читаю лекцию, на самом деле, с моего курса «Денежный портал». Ну, не читаю лекцию, а делюсь немножко информацией. И вот ребята делали недавно упражнение, писали своим кредиторам, и вы бы видели, что им писали. Когда они писали «Я прошу тебя вернуть долг», «Сколько злости», «Агрессии» и ещё чего-то, значит, люди писали в ответ. Помню, значит, ну всё. Пятая стадия, с которой сталкивается человек – это то, что вы теряете вообще всякую связь. Человек срывается на вас, он полностью от вас морозится, он вас ненавидит, он говорит, что вы требуете с него денег, которых у него нету. То есть вы из хорошего человека, который дал в долг, превращаетесь в человека, который его убивает. Он начинает вам рассказывать о том, что детей, значит, ему нечем кормить, что у него вообще такая сложная история. И, в общем-то, с этим вы сталкиваетесь. Это пятая вот такая ступенька. Конечно, безусловно, есть такие истории, когда вы попросили у своего знакомого отдолжить, оговорили срок и отдали в срок. Вот если вы в срок не отдали, то начинаются вот эти пять стадий. Уже кто-то начинает вспоминать, что «Да я тебе столько помогал», «Для тебя это не деньги». Ещё интересная вещь. Вы взяли у кого-то в долг или у вас взяли, и вам начинают оценивать, что тебе жалко, у тебя так много денег, ты жлоб, ты жлоб, ты дал мне денег, и сейчас от меня их требуешь, ты жлоб. И правильно говорят, что хочешь потерять друга, значит, дай ему в долг. Это как бы такая очень история. Всё было бы неплохо, если бы это касалось только денег. Это касается вашей энергии. Запомните, если у вас есть долги или если вам должны, у вас сбой в энергетическом балансе, и вы не сможете достигать своих финансовых целей или будете достигать их очень тяжело. До тех пор, пока вы правильно не решите эти ситуации, я сегодня постараюсь успеть дать вам немножко полезную информацию, если вы не будете меня, конечно, отвлекать какими-то не в темку вопросами. До тех пор, пока вы это не сделаете, у вас будет всё время тяжесть в отношении с деньгами. К сожалению, я об этом говорю сейчас не как теоретик, а как практик, потому что у меня были в жизни кредиты, были в жизни долги, и я знаю, что такое, насколько сложнее ко мне приходили деньги и как я себя при этом ощущала. Итак, запомните такую интересную штуку, что... сейчас, подождите, думаю, чтобы вам... чтобы вам сейчас дать очень много информации и полчаса всего лишь временем. Давайте посмотрим. Значит, давайте пока первые две штуки. Значит ли то, что я сказала, давайте немножечко к долгам, значит ли, что вы... что нельзя брать вообще в долг? Как быть? Значит, запомните такую простую штуку. Если вы берёте у кого-то в долг, то вы должны знать законы денежной энергии. Законы денежной энергии гласят о том, что деньги всегда должны расти. Как это выглядит? Например, вы в чём-то развиваетесь, и вам нужны деньги. У вас есть знакомый, например, у которого вы можете взять деньги, и вы точно знаете, что взяв деньги, вот вы понимаете это, что взяв деньги, вы их приумножите. Вы развиваете бизнес, и вы видите, что вы бы росли ещё быстрее. При этом, что очень важно, у вас есть залог. Вы знаете, чем вы рискуете, и что в случае чего вы можете это отдать. Неважно, у вас есть продать машину, недвижимость, что-нибудь ещё. Значит, можно вступать в финансовые отношения а-ля кредит в контексте того, когда вы знаете, что взяв деньги у кого-то, вы вернёте ему не только долг, но и процент. То есть вы приумножите деньги этому человеку. Если вы это делаете, например, ежемесячно ему приумножаете, и пока работаете на его деньги, вы приумножаете деньги, и, соответственно, у вас идут несколько другие отношения на энергетическом уровне. Второе. Вы должны знать такую вещь, что если вы берёте у человека деньги в долг, вы обязательно должны, ну, например, там на пару месяцев вам нужны деньги его. Очень сильно. Вы знаете, что вы их отдадите. У вас придут деньги, прибыль, неважно, вы знаете это. Первое. Вы всегда должны вернуть человеку деньги с процентом. Если он отказывается брать процент, вы должны принести ему какой-то подарок. Таким образом, вы отдадите больше, чем вы взяли, и закон денежной энергии опять-таки не будет нарушен. И вы не перекроете себе финансовые потоки. Очень часто люди говорят, я так много работаю, никак не могу заработать. У меня как будто бы все сделки срываются. Это история про денежную энергию. Дальше. Деньги можно брать в долг, если дающая сторона испытывает удовольствие от того, когда вам дает. Например, у меня есть деньги, и ты развиваешься, ты моя подружка там, Лена, ты моя подружка. И я говорю, Ленчик, ты такая молодец, я тебе хочу дать 2000 долларов на развитие бизнеса. Ты говоришь, слушай, ну я не уверена, я не знаю. Я говорю, Лен, я хочу тебе помочь, но, я говорю очень важную вещь, если ты мне эти деньги не отдашь, я вообще на тебя не обижусь. Я тебе их даю как инвестицию. Если у тебя получится, супер. Вот если человек, за почему я это делаю? Потому что я чувствую собственное удовольствие. Я чувствую удовольствие от собственного покровительства. Я понимаю, что сегодня для меня 2000 долларов не деньги, а для Лены это будет сумасшедшая поддержка. А мне очень хочется поддержать сегодня Лену. В этом случае вы можете смело брать деньги, и даже если вы их не отдадите, вы должны понимать, что человек дает их вам. Вот никогда не берите в долг деньги у тех людей, которые собирают. Помните, вот о которых я сказала, у которых всегда есть. Не берите в долг у людей этих денег, если вы не уверены, что вы их отдадите. Если вы на 300% не уверены, что вы их отдадите, не берите. Потому что вы людей лишаете собственной подушке безопасности. Понимаете? То есть люди будут с вами связывать все свои негативные вещи. Не дай вам что-то у них случится, они вас будут проклинать во всём. Что у них не оказалось денег, когда им нужно было в больницу идти. Что там... Ну, то есть не берите деньги эти, они вам не принесут никакого вреда, господи, никакой пользы. Что касается банковских кредитов. Значит, потребительские кредиты, которые касаются того, когда вы покупаете себе телефон и платите за это проценты, фен, или то, что вам не по зубам, вы решаете себе купить с большим каким-то процентом. Готовы переплачивать за это. И вы всё время находитесь в таких потребительских кредитах, потому что у вас есть иллюзия, что вам это по карману, что это недорого, но если вы посчитаете, то вы видите, что вы, например, переплачиваете 30-40 процентов. Запомните, если вам вещь не по карману, не замахивайтесь на неё. То есть, если вам для этого нужно взять кредит, а многие люди живут в постоянных кредитах, сейчас сделаю акцент на небольшой ремарке, не замахивайтесь на это. Если сейчас есть, например, с какой-то продукцией с достаточно большим количеством, есть такое понятие как раз срочка. То есть, когда я плачу 50 тысяч, не 70, а 50 тысяч, в течение года, например, по 4 тысячи с чем-то, я плачу, просто поделив это на части, без переплаты. Вам нужна плита, она у вас умерла, или холодильник, но не игровая приставка. Не игровая приставка. То есть, когда вы начинаете замахиваться на то, на что вы не зарабатываете, вы не предприниматель, вы это делаете не для того, чтобы начать больше зарабатывать, вы точно знаете, сколько вы зарабатываете, вы живете не по карману, вы себя вгоняете в постоянные долговые ямы, из которых вы не вылезете. У нас на курсе есть несколько девочек, которые в денежном портале, которые писали мне в личку ужасные истории, которые касались того, что их бывшие мужья брали какие-то деньги, одалживали и умудрялись сделать так, чтобы девочки свои квартиры, а у всех были свои квартиры, давали под залог. Мужья не выплачивали деньги, разводились, и долг остаётся на девочках. И квартиры они переписывали потом на должников. И вот они живут в квартире, за которую должен муж, которая переписана на того, у кого они брали, брал муж долг, а она живёт в этой квартире и говорит, так это моя квартира, мне мама оставила. Я ни денег не видела, ни чувака не знаю, но переписала. Это так, на всякий случай, может быть, это кому-то вправит мозг вовремя. Итак, едем дальше. Запомните очень важное правило. Кредит, который только что я сказала, касается машины, то же самое. Это гарантированный путь в рабство. Путь в ваше рабство. Вы будете всё время... Скажем так, есть мне очень нравится поговорка такая, что мы должны иметь с вами деньги, а не деньги должны иметь нас. Когда вы берёте то, что вам не по зубам, вы имеете радость от этого только, ну, очень короткий промежуток времени. Это как, я не знаю, там, когда у вас сильно болит зуб, вместо того, чтобы его полечить, вы пьёте обезболивающее. Вы как бы выдыхаете в этот момент, но обезболивающее проходит. Хочу, чтобы вы понимали, как это работает, что с этим делать. Меня тоже отвлекают комментарии в данном случае. Сейчас я посмотрю. Надо разобраться с этим. Не могу, у меня ещё платежи, всё, куча чеков мне платят, деньги, а не варят. Это прекрасно, конечно, но я ничего не вижу. Ладно, хорошо, давайте будем продолжать. Дальше, значит, что касается ипотеки. Тут очень важно заранее понимать вашу ипотеку. Если вы, например, берёте в своей национальной валюте, да, в рублях, там, или в гривнах, а не в долларах, который постоянно растёт и нестабилен, и вы понимаете, что доллар может вырасти, и вам это будет выгодно в вашей, если вы зафиксированы в вашей валюте, конечно, надо брать. Если вы понимаете, что это петля на шею, и вы переплачиваете за это время сумасшедшие деньги, то нет. То необходимо поставить себе другой финансовый план, и необходимо начать, а, больше зарабатывать, б, больше собирать. Потому что в противном случае проценты съедают у человека, я знаю очень много людей, у которых начинается реально психическое расстройство, потому что они понимают, что они всё время работают на повышение долгов. И процент настолько огромный, что человек просто уже бы тело давно закрыл, но он всё время платит этот процент. Поэтому это очень сильно энергетически вас вытягивает и убивает. Поэтому куда разумнее было бы всё-таки собирать эти деньги, откладывать эти деньги, искать какие-то варианты. Но, в общем-то, не хочу сейчас на этом сильно заострять внимание, потому что время, смотрю, поджимает. Значит, когда точно можно брать кредит? Первое. Когда вы берёте его под инвестиции, но не инвестиции того, что у меня есть идея, а инвестиции того, что я точно знаю, что каждая новая точка, например, или там что-то приносит мне больше денег. То есть когда вы знаете, что вы точно, гарантированно получите больше, то есть вы уже развивались, не новичку. Новичку запрещено брать кредит, просто запомните это. Второе. Если вы берёте в долг, а не у банка, опять-таки в долг, но при тех условиях, которые я говорила, человек готов вам подарить эти деньги, или вы знаете, что у вас есть что-то, чем вы можете с человеком рассчитаться. И вот третий момент, он как раз немножко, наверное, как раз ко второму, это то, что человек не стеснён средствами. То есть это тоже важно. Но он не стеснён средствами, и он готов подарить. Ему нравится эта роль, быть вот таким, знаете, как это правильно назвать, не инвестором. Забыла это слово. Ну, неважно. Короче, человеку нравится эта роль. Никогда не заглядывайте в чужой кошелёк. Это самое отвратное, что вы делаете. И говорите, так она же богатая, что ей жалко. Чужой кошелёк, знаете, не открывай роток на чужой кошелёк. Не твоё дело, что там лежит. Запомните это. Значит, как давать в долг? Давайте теперь. Блин, наверное, придётся делать ещё один эфир. Значит, первый уровень людей с типом мышления умудряется вдавать в долг. Это люди, которые не могут отказать, боятся выглядеть плохо, боятся, что с ними перестанут дружить и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас просят в долг, первое, что вы должны знать, вы должны дать ту сумму, которую вы готовы подарить. Например, вам звонит подружка и говорит, мне надо срочно 1000 долларов. Первое, ты можешь ей сказать, нет, да, покровитель, спасибо, меценат, замечательно, мы прекрасно знаем с вами эти слова, точнее вы, молодцы. Первое, вы, например, вам звонит подруга и вы хотите ей помочь. Тогда вы можете ей сказать, да, Маш, я тебе готова дать, но не 1000, например, а 100. Это вариант. Если ваша подруга психанёт, значит, это никакая не подруга. Второй момент, вы можете сказать ей, нет, прости, я сейчас не могу этого сделать. Не объясняя причин, я не могу сейчас этого сделать. Если вы действительно не готовы, если для вас это деньги, которые вам тоже есть куда потратить, у вас есть там, ну, вы не готовы. Значит, вы умеете говорить нет. Давайте ту сумму, которую вы готовы подарить, и тогда энергетический баланс будет сохранён. Когда вы её даёте, вы её даёте уже с чувством того, и лучше всего, если вы так и скажете. То есть будьте готовы к тому, что человек вам никогда не отдаст. Если вы ему отрываете от сердца и каждый раз смотрите в глаза, когда он вам отдаст деньги, вы энергетически включаете утечку. Второе, инвестирование. Когда вы, как инвестор, понимаете риски и принимаете поражение. Инвестиция – это всегда риск. Не бывает инвестиций вот со стопроцентной гарантией. Вы понимаете, что в случае, если у человека получится, вы заработаете больше. Но в случае, если у него не получится, вы можете всё потерять. Вы можете всё потерять. Это такое себе бизнес-партнёрство. Дальше. Что делать, если вы должны уже или банку, или другу? Первое. Вам необходимо поставить себе цель закрыть все кредитные балансы, отдать долги. Почему? Потому что до тех пор, пока вы этого не сделаете, вы не сможете приумножаться в деньгах. Просто запомните это. Вы не начнёте зарабатывать до тех пор, серьёзные, хорошие деньги, до тех пор, пока вы находитесь в долгах. Этого не произойдёт. Дальше. Если, например, вы должны отдать кому-то деньги, повспоминайте, создайте сегодня список, но вы не знаете, где этот человек находится. Вот вы помните, что вы кому-то должны, вы не знаете, или этот человек умер. Возможно. Ваша задача перевести определённую сумму денег в размере эквивалентную долгу, или хотя бы части долга, если вы не имеете возможности сделать это всё, на какое-то благое дело. В этом случае энергетически вы будете закрыты. Дальше. Если вам должны деньги, и вам их не возвращают. Если у вас оговорены сроки, например, до конца года, то подождите до конца года, соблюдайте договорённости. Если вам просто должны деньги, сказали, когда-то дай мне в долг, время прошло, а ещё знаете, что часто бывает? Человек продолжает с вами общаться, ему удобно, а вам неудобно ему напомнить. Это вот меня поражают тоже все эти люди замечательные, я, кстати, тоже из таких была. Неудобно напомнить. Человек, ну вообще со мной удобно общаться, он мне должен, ему вообще удобно, а мне неудобно ему об этом сказать. Что вы должны сделать? Запоминайте, а лучше запишите. Первое. Позвоните или встретьтесь с этим человеком, и дайте ему 24 часа на погашение долга. «Привет, Максим, ты мне должен 1000 гривен, ты, наверное, об этом забыл, я прошу тебя погасить этот долг в течение 24 часов». Если Максим, вы это должны ему отправить или позвонить, сказать. Максим может по-разному отреагировать, он может сказать, у меня сейчас нет денег, он может сейчас сказать, да перестань, он может сказать, он может отдать, сказать, бля, я забыл, часть долгого возвращается. Таким образом, человек просто забыл, он может отморозиться. Через 24 часа вы должны понять, что если человек отморозился и никак не ответил, или сказал, что у него нету, то он в принципе никогда его не отдаст, этот долг. А если отдаст, то хер знает когда. Но проблемка-то о ней в долге. Проблемка в том, что он энергетически вас выпивает. Он питается вашей денежной энергией. И ваша задача разрубить эту связь. Как это сделать? Через 24 часа вы пишите ему сообщение или звоните и говорите о том, что вы дарите ему эти деньги. Вы ему говорите, ты знаешь, я подумала и решила быть щедрой, я тебе дарю эти деньги, пусть они принесут тебе радость. Реакции будут разные. Кто-то будет продолжать молчать, кто-то будет говорить, да нет, я тебе отдам, не важно. Отдаст когда-нибудь? Прекрасно. В этот момент вы энергетическую связь разрываете. Вы официально разрываете это на энергетическом уровне. И это очень мощно работает. Что происходит интересно? Знаете что? Что эта сумма денег приходит к вам в каком-то другом виде. В каком-то другом виде эта сумма денег к вам возвращается. Попробуйте, посмотрите. Дальше. Если, что ещё происходит? Важный момент. Подарить нужно официально, чтобы человек об этом знал. Не промолчать, а официально это сделать. То есть написать ему. Если, например, вам должен какой-то человек, и вы уже не знаете, где он находится вообще, вы его потеряли, он от вас исчез, вы должны написать от руки или в интернете письмо дарения. Я такому-то, такому-то человеку дарю, который взял у меня в долг такую-то сумму, официально это дарю. Вы можете это выложить в своих социальных сетях, вы можете, если вы в социальных сетях не активны, вы можете написать это, несколько объявлений, и развесить на улице, в тех местах, где вас за это не штрафуют. Для того, чтобы другие люди это увидели. Это важно. На энергетическом уровне ваша связь будет разорвана. И этот энергетический груз перестанет быть вашим. Вы можете верить в энергии или не верить, это уже ваше личное дело. Я вам говорю про то, что действительно работает. Я после того, когда была в кредите с Лексусом, первая моя цель была заработать и отдать. Я бы случайно в него попала, потому что когда я его брала, нам казалось, что мы через два месяца его отдадим. Ну и вот он затянулся, а мы взяли его на 7 лет. И когда я заработала, представляете, я провела несколько свадеб, я заработала там 50 тысяч долларов и шла отдавать их банку. Представляете, я уже езжу пару лет на Лексусе, уже же ощущение, что он мой. Это же не то, что я новую машину вывожу, уже он мой, уже все, я уже его... И я отдаю 50 штукарей, которые я заработала, иду, отдаю их банку. А могла же потратить. Иду такая, думаю, господи, сколько я могла себе купить, куда я могла поехать, ну, как обычно. А Лексус-то вроде как мой, и вот я когда после этого отдала, у меня просто прибыль взлетела. Просто взлетела. Запомните, это очень важный момент. Очень важный. Дальше. Важный момент. Человек... Люди говорили мне во время марафона. Оль, не могу простить, особенно если это мой бывший муж. Например, он должен вам алименты за ребенка и не платил. Считается ли это долгом? Да. Потому что вы все время подружкам чешете о том, что какой он скотина, вы его сами поднимаете. Я вас понимаю. Вот по-хорошему, по-женски, я вас понимаю. Когда тяжело поднимать, там, он бросил, обида. Да. Но это ваш груз. И ваша задача не прощать ему этого, если вы не можете, но подарить. Поверьте, если в нем проснется вот этот вот инстинкт, там, у него появятся деньги, или он их захочет вам отдать, он вам их отдаст и после этого. И после этого. Но если он не собирается этого делать, он их никогда не отдаст. Но груз и обида будут с вами. И они будут стопорить ваши деньги, ваше счастье, ваше удовольствие, ваше энергию. Вот, что вы должны осознавать. Если бы я, например, была кому-то должна, и мне человек подарил эти деньги, а я знала, что я ему должна, если я хотела бы ему отдать, я бы ему отдала и после того, как он подарил. Я бы пришла потом и сказала, Маш, прости, я не могла отдать в течение 24 суток, но прошло 3 месяца, и я их могу отдать. Пожалуйста, возьми, и спасибо тебе огромное. Но если я и не собиралась их отдавать, то неважно, вот что вы должны понять. Но вы энергетически разрубаете канат. Вы вот этот шарик, который вы человеку сами и дали, вы его отрезаете от себя. Всё, этот человек больше не на вашей сиське. Он уже больше вот тут не сидит. Он с вас не сосёт энергию. А энергия – это самый ценный ресурс. И у вас мало энергии не потому, что у вас её мало, а потому, что вы её расходуете неправильно. Потому что вы её поддавали всем вокруг. Это правда. Так, едем дальше. Про ментальные долги я не знаю. Наверное, сегодня не успею рассказать вам про ментальные долги. Или успею. Давайте попробуем сейчас. Просто я сделала себе план, но боюсь, чтобы мы успели. Значит, что такое ментальный долг? Давайте 10 минут успею. Что такое ментальный долг? Если вы давали кому-то какое-то обещание. В контексте того, что вот, когда, значит, у меня будут деньги, я тебе с зарплаты куплю куклу Барби. Или себе говорили. Я куплю себе обязательно красивое платье. Или я пойду в этот дорогой салон, у вас появлялись деньги, вы жмотничали. Вообще запомните, я всегда об этом говорю, запомните. Если вы на что-то просите деньги, они к вам приходят, и вам становится жалко, и вы думаете, нет, сэкономлю, у вас всегда будет на украинском языке классное слово халепа. Всегда будет пиздосик, ребята. Вот вы будете потом эти деньги тратить на здоровье, они будут куда-то утекать. Вот просто будут утекать. Эта сумма денег, которую вы на что-то обещали, она будет вам требоваться срочно в погашении какой-то беды. Потому что вы нарушили собственное обещание. Ментальный долг – это когда вы в детстве очень сильно хотели велосипед, вам его не купили. Это ваш ментальный долг, ваше желание, которое вы не реализовали. Ваш мужчина вам обещал что-то купить, не купил, обещал повезти в отпуск, не повез, обещал сводить на концерт, не сводил. И у вас это застряло. Значит, что делать? Тоже должны понимать, что не имеет вообще значения срок давности, вообще это все не имеет значения, важно этот долг закрыть. Каким образом это сделать? Ну, безусловно, осуществив обещание на том уровне, на котором это важно. Например, что происходит очень часто, как закрываются ментальные долги. Помните, когда мы видим, как мужчины, взрослые, ездят на спортивных машинах, таких малолеткам? Ну, вот такое бывает. Или, например, когда мужчина, взрослый, покупает своему молодому сыну, юному, да, вот так, юному сыну, очень дорогие какие-то тачки или что-то еще. Это закрытие ментального долга на самом деле. Люди чаще всего этого не осознают, что это так. Но это закрытие, когда мама хочет, чтобы дочка была балериной, потому что мама хотела быть. Это тоже закрытие ментального долга. Я вам так не предлагаю закрывать ментальные долги, но... Например, муж обещал путешествия на Мальдивы, не заработал на Мальдивы, а вы ждете. Значит, нужно, чтобы он вас куда-нибудь свозил. На рыбалку, не знаю, там, в дом отдыха, на спа. Каким-то образом сказал, дорогая, я помню, или вы ему говорите, я знаю, что я тебе обещала, я этого не могу сейчас выполнить, я обещаю это выполнить, как только появится такая возможность, но давай пока сделаем вот так. И этого будет достаточно, когда вы каким-то образом заместите это, то есть не отморозитесь, не оставите это, знаете, как взрослые часто делали, я этого не говорил и не слышал, да, а именно проговорите вслух и обязательно каким-то образом заместите. Обещали съездить в другой город погулять, сейчас не можем съездить в другой город погулять, пойдем вместе на концерт. Проведем время так. Обещал сводить в мишленовский ресторан, пойдем, сходим в какой-нибудь другой сейчас ресторан, в мишленовский обязательно попадем. Но важно помнить, что то, что вы обещаете, вам необходимо выполнять. И пусть эта практика даст вам новую для себя установку, не обещать того, чего вы не можете выполнить сейчас, не бросаться своими словами, потому что вы в этот момент растачиваете свою энергию, и вы в этот момент показываете, что вы человек, не держащий слова. То есть это, ну, как бы очень-очень и очень нехорошо. Еще очень важный момент, который я хочу оговорить сейчас, это бизнес-кредитование. Вообще запомните, что кредиты – это зло для вот первого и второго типа людей. Это зло. Почему? Потому что это люди, которые не умеют делать деньги из денег, это люди, которые умеют зарабатывать какое-то определенное количество денег. А что это дает? А дает это то, что вы не можете увеличить количество своих денег. И когда вы берете кредиты, проценты вас сжирают, все сжирают, злости у вас становится больше, а денег больше не становится. И это вас убивает. Часто люди первого и второго типа ищут инвестора. Они говорят, у меня есть классная бизнес-идея, я хочу найти деньги под эту бизнес-идею. Люди, которые никогда не строили бизнес, люди, у которых нет опыта, люди, которые не готовы для этого продать свою квартиру, они хотят найти чужие деньги и на эти чужие деньги развиваться, потому что у них есть иллюзия, что это сработает. Значит, почему они это делают? Потому что они не хотят обязательств. Они не хотят каких-то брать на себя обязательств. Значит, запомните простую вещь, что если ваш бизнес развивается, деньги вам могут помочь. То есть, когда вы открываетесь и вы видите, что у вас идёт прибыль, всё, и вы понимаете, что если бы было больше денег, то если бы было, например, больше магазинов, больше точек или больше товара, вы бы с высокой степенью гарантии, гарантированно полностью не можете, вы бы развивались. Но есть такая простая штука, которая происходит очень быстро. Я в ней была. Если ваш бизнес начинает идти в убыток, закрывайтесь как можно раньше или оптимизируйтесь. Съезжайте с магазина, переходите в онлайн, увольняйте сотрудников, съезжайте с офиса, оптимизируйте затраты. Например, у вас есть магазин, вы платите за него аренду, у вас начинается какой-то сезон, когда люди перестают покупать, локдаун, как там, не назови, перестают покупать, а аренду снизили только на 20%, а сотруднику вы всё равно платите какую-то зарплату. И у вас начинается минус. У вас за месяц минус 30 тысяч. Вы думаете, ничего, сейчас продержимся. Я вам хочу сказать, что если вы не начинаете оптимизировать бизнес, а продолжаете на тех же оборотах, на которых вы раньше по затратам находиться, при этом ваша прибыль не растёт или остановилась, вы через несколько месяцев попадёте в глубокую жопу, простите. Я просто была в этой жопе, поэтому я могу вам сказать. Долги начинают нарастать с такой скоростью, что вы даже себе не представляете. А вы, как неопытные предприниматели, тешите себя иллюзией, сейчас вот-вот. Сейчас оно наладится, надо прорваться, нужно быть сильным духом, нужно там ещё что-то. Это всё херня. Нужно быстро складывать манатки и идти думать без трат денег. Увольнять всех? Увольнять всех. Уезжать с офиса? Уезжать с офиса. Необходимо моментально перекрыть всё, если вы маленький, у вас нет опыта и нет денег. Ни в коем случае не кредитоваться в этот момент. Потому что если вы начинаете брать деньги в долг для того, чтобы проплатить аренду, для того, чтобы проплатить зарплаты, а у вас бизнес не развивается, вы будете в жопе очень быстро. Я вам просто серьёзно об этом говорю. Поэтому как только ваш доход начинает становиться меньше, и вы видите, что у вас начинается круговорот, моментально закрывайтесь, и вы посмотрите, насколько вы будете потом неблагодарны. Ваша задача выбежать, это шторм. Выбежать, когда вы маленький, достаточно легко выбежать на берег. Когда махина огромная, огромное количество ресторанов, огромное количество сотрудников, это то, с чем в этот локдаун столкнулись крупные предприниматели. Это пиздец. Я вам скажу, что это потери такие, вы понимаете, что машина мчится на огромных скоростях, перестаёт зарабатывать вообще, а снизить издержки так быстро нельзя. Это я маленькая схватила компьютер и выбежала из офиса условно и уволила сотрудников. А большой, у него огромные капиталы во всём этом. И это как огромная машина, которая вы когда на мотоцикле, вы вот так вот. А когда у вас машина огромная, грузовая с прицепами, вы так варьироваться не можете. Поэтому, но у них есть другой плюс, у них есть мозг. У них есть опыт. У них есть другая история. Они по-другому могут перестраиваться. Когда вы маленький и пытаетесь вести себя как большая машина, я не сдамся, я буду... Вы дурак. Просто запомните это. Вы вылетите в трубу очень быстро. Поэтому брать в кредит в плохие времена с надеждой на то, что вы сейчас вылезете, забудьте. Вы умрёте. В 99% случаев вы умрёте. Я вам обязана об этом сказать, иначе, ну как бы... Потому что кредиты в такие времена берут только люди, которые в бизнесе ничего не шарят, которые никогда ничего не делали и которые хотят сейчас с помощью денег решить проблему. Они говорят так, ой, ну сейчас хоть за аренду заплатил, слава богу, зарплаты заплатил, молодец. Ну ничего, всем же сейчас тяжело. Это говорит дурак. Не плохой человек, а дурак просто, потому что у него нет опыта. Просто безграмотный человек. Я бизнесмен, ребята, я заработала нормально лямов долларов. Я знаю, что такое попадать в трубу. Когда ты за месяц привык зарабатывать там соточку, и у тебя растрат 50, а потом у тебя соточки нету в месяц, а растраты 50 есть. Ты выпадаешь в момент просто, ты голой жопой мчишься по асфальту. Поэтому включайте, пожалуйста, мозг. Финансовая грамотность в бизнесе обязательна. Никаких кредитов, если вы не шарите в бизнесе. Вообще просто не лезьте туда. Брать кредиты с закрытыми глазами, самое тупое, что вы можете делать, брать кредиты на машины, на которые вы не зарабатываете сегодня, это тоже любимое дело. Почему люди берут кредиты? Потому что хочется казаться круче, чем вы есть на самом деле. Вам хочется казаться лучше, богаче. Если вы на что-то не зарабатываете, изначально научитесь на это зарабатывать. Откладывайте. Не надо покупать, я вот выставила айфон свой продавать, и люди все там, сколько стоит, сколько стоит. Я поставила цену, которая на несколько сотен долларов ниже. Ему, этому айфону, там, понты времени. И люди все расстроены. Все думали, что я ему, может, за пять тысяч гривен продам, то такой айфон, там, может, тут за пятерочку-то отдам. Не прыгайте на то, на что вы сейчас не тянете. Научитесь зарабатывать. Научитесь, лучше научитесь больше денег получать, чем сидеть голой жопой с дорогим айфоном и не знать, как заплатить за квартиру. Я это проходила. Я это все прекрасно знаю. Это мой вам бизнес-совет. У вас обязательно в бизнесе должны быть бизнес-знания, должна быть финансовая грамотность, должен быть классный продукт и должен быть мозг рерайтовский. Мозг, нацеленный на успех, но бизнес-составляющая обязательно. У нас осталось минута 58 секунд. Я вас попрошу, вас сейчас тут 120 человек, не быть неблагодарными людьми и оставить комментарии под этим видео. Если вы это сделаете, у меня будет хотя бы под этим видео комментарии в 70, я сделаю продолжение и дам вам еще очень много ценной информации по финансам. Если этого не произойдет, я пойму, что тема не особо интересна. Я вас приглашаю всех не только на рерайтер жизни, после него вы сможете попасть на чудесный денежный марафон, на котором мы работаем очень активно именно по финансам. Называется он Денежный портал. Я вас приглашаю прийти и попробовать меня на вкус на мастер-классе, который называется Супер Год. Там будет очень много крутых техник, которые помогут вам правильно организовать свой следующий год, правильно организовать свой мозг прежде всего, приготовиться к тому, чтобы правильно настроить себя, потому что настрой – это ключевое. Вы сто раз читали книги, вы все знаете и все слышали, а теперь посмотрите на свою жизнь вокруг и увидите, как она выглядит. Сколько вы зарабатываете, куда вы можете поехать, как вы себя чувствуете, что вы себе говорите, какие друзья вас окружают. И это будет показателем того, насколько успешно вам удалось прочитать книги. Я вас приглашаю к себе. Супер Год состоится 29 декабря, 2 января состоится мой марафон «Рерайтер жизни». И прямо сейчас я вас попрошу не полениться и оставить свой комментарий в знак благодарности этого прекрасного часа, который мы провели вместе. Я вас обнимаю, вы прекрасные люди, я очень счастлива, что вы у меня есть. Даже те, которые занимаются какой-то фигнёй, я очень надеюсь, что я помогу вам избавиться от этой фигни. Всем прекрасного вечера. Пока!